Продолжение следует... Вчера вечером мы связались с агентом игрока. Он вновь подтвердил, что это решение было принято скорее из-за профессиональной неудовлетворенности его клиента, нежели из-за денег. Вот его слова. Даже если бы руководство клуба Кубань Крсандар предложило удвоить зарплату, не думаю, что он бы согласился продлить контракт. Ему было хорошо в этом клубе, но все когда-то заканчивается. Теперь он готов открывать новые спортивные горизонты. Позиция игрока немного прояснилась, и болельщики должны приготовиться к тому, что скоро игрок уйдет из команды. Ребят, не знаю, мы посмотрим, конечно, на Кабуре. В принципе, он мощный игрок, я знаю это точно. Может, нам будет как бы за него побороться. Я вам должен кое-что сказать. У нас два матча осталось в этом сезоне, реально два матча. Это с Саранском. И давайте откроем календарь. По-моему, с Амкаром. Два матча, все, сезон заканчивается. Это максимум шесть очков, которые мы можем набрать. И иметь в активе, значит, сорок одно очко. Вот. Правильно? Правильно. То есть, в теории, в принципе, если Краснодар, допустим, два раза проиграет, то мы можем на седьмое место вырваться. Да, запросто. Ну, а так, на самом-то деле, восьмое место можем прямо сейчас отхватить себе. Там, главное, Кубань и Ростов, чтобы тоже не разгонялись и не выигрывали. Вот. Главное сейчас выиграть Саранск. Это основная цель. В принципе, ту задачу, которую перед нами руководство поставило, мы выполнили сполна. Единственное, что не перевыполнили. Ну, вот. Камбаров. К сожалению, мы тебя потеряем, поэтому извини, мне нужен Цибыков по большей степени. Вот. Белединова, блин, нужно будет заменять. И Камбаров. Вот наши основные проблемы. Основные. Прям вот пипец, нам и не горю какие. Совсем у Тимущука тяжко с моралью. Ничего, посидишь в замене, Кулешов выйдет на поле, если что, вместо тебя. Мне очень понравилось, как играл Мулин. Прям красавчик. Можем в качестве, знаете, эксперимента сделать вот так вот. Пугин, потому что тоже неплохо себя проявлял. И Вера такой кирак. И на замене сидит. Опа. Нежданчиком, да? Ну, а что поделать? Ну, и вместо косолапого кукушку поставить. Вот такой вот выход у нас будет на Саранск. Блин. А нам предложат, интересно, еще раз повторить аренду Кирилла Камбарова или нет? Можно будет попробовать его перекупить. Если получится, Анатолий Тимачук, 36 лет, позиция полузащитник. Сидеть на скамейке запасных, да? Для этого мы его покупали. Да ладно, он выходит частенько и помогает нашему клубу. Так, матч начинается. И будет интересно, кстати, посмотреть, как проявит себя Мулин и Пугин. Потому что, если нам не хватит денег на все про все, то нам придется закрывать проблемные места. Это вот как раз-таки уход Камбарова и Деньяра Белядинова. Хоть и Деньяр прям не совсем пипец. Что-то с чем-то из себя представляющее. Пугин, смотрите, что делает. То нам нужно будет как раз-таки... Ох, могло залететь! То нам нужно будет как раз-таки закрывать именно зону нападения. Так как у Гавиера может свалить. Хотя я попробую, конечно, ему зарплату увеличить. Блин, сколько денег нам, интересно, дадут? Не шибко много, потому что как бы мы в Европу не попадаем. Вот, поэтому прям шибко много явно не получим. Вот, и в первом же сезоне мы с вами в другой клуб не уйдем. Точно потому что как бы топовых клубов явно нам никто предлагать не собирается. Я прям уверяю вас. Хороший розыгрыш был бы... Хотя вот Мирзов. Мирзов на Пугина! Ай-яй-яй, сильно! Точнее, как сильно? Хорошо, четко, интересно, выверено. Но... Пугина там держали, крыли. Стыванович, Франич. Мирзов при этом чувствует, что как бы он теперь основной мужичок-то на этом фланге. Ну давай, 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 беги. И... Гораздо увереннее стал играть. Вот Мулин сейчас плохо проявил себя, да? В эпизодике. Нарушение правил, которые, по-моему, в желтой карточке даже... Может удостоить судья. А может и не удостоить. Это все на их совести. Отлично! Лунгу подстраховал своего защитника, своего комрадена. Кумрада. Почему комрадена? Не знаю, не знаю. Своего комрада. Чи самбо, Лунгу. А он-то за что желтую карточку получает? А, ну да. Есть за что. Простите. Пордунте, пордунте. Бобер. Идет подача. А, хорошо. Ой, хорошо дважды. Жалко, Мулин не достанет этот мяч. Жалко. Ой, жалко. Вот, кстати, если бы не было сейчас желтой карточки у Лунгу, то он бы ударил по ногам, потому что я нажал удар. Ух, какой выстрел-то! А, могло залететь шальная. Дура. Ее никто не отменял. Франич. Вот так вот мы любим выводить господину Гувейра. Но его сегодня нет. Сегодня Мулин. Хорошо. Мулин просто красавчик. Мулин просто зверь. А это нарушение. И, возможно, тоже желтая карточка. Желтая будет? Да. Браво, судья. Двадцатая минута. Антон Бобер получает желтую карточку. С Тыванович у мяча. Ну что, никому пробить, что ли, больше? Походу, нет. У Мугина... У Пугина, точнее, смотрите, мощность 80. Круто, да? Ох... Не точно. Лунгу расстроен. Ну, дружище, ты у нас не бэком. Так бы, конечно, тебе выдалась бы эта честь. Блин, деньги нужны будут на покупки игроков. Вот о чем я сейчас думаю. Задачу мы выполнили. Было бы неплохо, если бы закрепили Лунгу. Без нарушения правил отобрал мяч, чем показывал рукой. Отлично! Кулешов! Нет, Лунгу. Чуть-чуть под нападающего бы дал мяч. И было бы прям вообще идеально. Перевод на правый фланг. Ой, на левый фланг. Ну, на правый для атаки. В принципе, Мерзов в отборе немножко поучаствовал. Бобер Франич, браво! А вот Новосельцев сейчас зачем-то, во-первых, полез на фланг. Вообще непонятно зачем для меня. А во-вторых, вот принял так мяч. Ни хера полез на фланг. Угловой Новосельцев. Объяснишь мне потом, дружище. Мне нравится с Кукошкой, наверное, играть в паре. Ох, смотрите, Новосельцев без Коцалапова. Коцалапова. Прям совсем ни о чем. Франич. Еще одна попытка. Атаковать сразу же от ворот. Браво! Браво, Браво, Мулин! Браво, Мулин! Браво! Ай-яй-яй! Ну, это уже... Это уже за гранью было бы богоподобие, если бы он еще и четвертого защитника так же корпусом сделал. Он просто после каждой победы корпусом очень далеко мяч от него ускакивал. Опа! 1-0. 38-я минута. Одна потеря. Новосельцев оказывается на фланге. На правом теперь уже абсолютно тоже непонятно. Нахера? Вот он. Ты должен быть вот тут и накрывать его как раз. И Саранск выходит вперед. 1-0. Вот так вот мы играем охренительно почему-то с топами. И потом сразу же на слив идем с Саранскими всякими. Со всем уважением к этому клубу. Ну уж ни в какое сравнение, допустим, с тем же самым Зенитом Динамо. Он не идет. На вынос играли. Хорошо. Может, стоит все-таки ту схему, в которой заканчивали мы предыдущий матч, включить. Хорошо. А вот это не очень хорошо. И фланг открыт, смотрите. И Кокошка устремляется уже помогать. У него получилось. Новосельцев. Ну прям ни к сему, ни к городу сегодня, да? Давайте, давайте, давайте. Красавец. Пуген. Пуген. И пробить. Нет. Такая попытка на дриблинге, на подобии дриблинга проскочить. Цибыков, травма. Потрясающе. Потрясающе. В конце сезона, когда Цибыкова мы готовили, как замену для Камбарова, который может уйти, Цибыков получает травму. Потрясающая новость. Супер просто. Гениально. И теперь схему уже тут не включим. FIFA удивляет. Не нужно мне выбрасывать туда мяч. Между прочим, 45-я минута у меня атака была. Имбецилы. Сейчас вынесу и будет свисток. Блядь, ну пипец. Я тут не материться нельзя. И мы еще и проигрываем. Второй тайм принесет кучу интересного. Игра просто хочет меня изнасиловать морально. Ого. Там такой толчок был жесткий в спину. И его почему-то оставили без внимания. А вот это сейчас будет нарушение, конечно. Но нарушение тут вправду есть, действительно. Так, ладно. Пугин, Мулин. Уходи. Пугин. Наигрался. Вера, насиделся? Ну-ка, пожалуйста, давай, дружище, выйди сейчас и докажи, что я был неправ. Берешь? На ускорение. Хоп отца, дрип отца. И забиваешь. Понял? А ведь серьезно, новосельцев как будто бы потерялся без косолапого. Просто какую-то ерунду творить. Серьезно. Кирилл Камбаров стремляется вперед. Приоритетом будет его сохранить. У Гувиера потеря. А потом уже у Гувиера и там всех остальных. Хотя без Гувиера вообще, наверное, половины победы не было бы. А вместо Камбарова у нас, в принципе, есть там Багаевы всякие. Мулин, ну давай, ну. Ты же мог сейчас отобрать мяч. Хорошо. Все теряется. В команде теряется искра во втором тайме, если мы проигрываем. Потому что в этот момент у меня все перестает получаться. Вот все вот эти подкаты. Это 2-0, да? Нет, это штанга. Все, давай. Приободрение должно быть сейчас. Жесткое прибодрение. Суворов вместо Леталика вышел. Кирилл Камбаров. Лунгу. Съели Лунгу. Желтая карточка. Еще одна футболисту Саранска показана. Ну куда? Я вот на Лунгу смотрел. Ну ему ты должен был пас дать. Но я... Камбаров, Камбаров. Я надеюсь, что Камбарову нравится футбол играть. Он не захочет сидеть на скамеечке в Спартаке. Не перейдет к нам с удовольствием. А вот пас не отдал. Мяч у Саранска. В центре поля. Отлично. Отлично. Передача потрясающая на Угу Вера. Это один-один. Ну слава тебе Богу. Угу Вера. Может и станет лучшим бомбардером, а? Какой его 16-й мяч? Или 17-й? 16-й мяч в сезоне. Если Ндои не забивал больше, то сравнялся с ним. Ну а что-то мне подсказывает, что Ндои тоже как бы не лыком шит. Бикилико-Лёко. Или как его там зовут? Не знаю я. Мирзов на Вера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Передачки не проходят эти. Просто так, с наскока. Не возьмешь. Ребята. Атака опасная. Дональд с мячом. Навес. На ворота Живнова. И вот пустые ворота. 2-1. Саранск. Ближний угол. Вновь впереди. 74-я минута. Ну вот. Да. Никто не крыл Лоренцо. Лунго. Лунго. И вынос. Вынос куда-то подальше. А, здесь Кокошка. Лунго. Что за прием, дружище? У Кокошки, по-моему, четче был прием сейчас. Лунго. Мулин. Мулин! Ух, какой сейв! Кирилл Камбаров. Не получилось. Лунго. Ставанович. Вера. И вновь до свидания. Лунгу И вновь до свидания Ох, ребята, ох, ребята Что же делать нам с тобой Долбаный Царанск 2-1 выигрывает Хотя бы ничью нашу пресловутую И того не будет Все в нападении, давай Все в защите же стоят Долбанный пинг-понг с мячом происходит Не получилось это брать мяч Вот со второй попытки Может быть Лунгу там Что делает слева Все же бегают просто Где бы, абы, как Потому что не думали они Что у Царанска можно было Вот так вот херово играть Тем более дома Точнее с Царанском 90-я минута встречи Франич летит вперед 2-1 Это пенальти Ну хоть 2-2 Ну красную карточку давай ему Да, есть справедливость Милан Перендия Ну Мулин у мяча Он, конечно, заслужил Надо было, наверное, углу Вейера Ставить Что дороже продавать Давайте я так и сделаю Вейера сейчас не забьет Угу Вейера 17-й гол Угон Да, 17-й гол И это ничья 2-2 Которую мы абсолютно Не заслужили, ребят Абсолютно И, по-моему, там достижение вылетело Вот как Кажется, оно связано Да, все На последней секунде Просто ничья вырвана У Саранска Так мы обычно проигрываем Там достижение, по-моему Которое мы заслужили За то, что Угу Вейера стал лучшим Мордиром, насколько я знаю Лучший игрок встречи Тоже не заслуженно, по-моему Да, вышел Два мяча забил Собственно, почему не заслуженно Ладно, 10-е место мы держим Спокойно Если можно так сказать Спокойно, господи Амкар-то где-то На последнем месте Амкар-то выиграем Если Амкар выиграем Кубань проиграет То мы, может быть, даже Или Ростов А может и Кубань, Ростов То мы же, может, даже И с ними сравняемся Ладно, да что Ну, правда, по победам Мы все равно останемся на 10-м Так что Вот такая вот середина Нашей таблицы будет Господа Хорошие Вот Истекает срок Контракта с Рыковым Пошел он в жопу Пресс-конференция Амкар-перим Похвала Травма Александра Цибыкова На 4 недели Господин Цибыков Не так надолго Не то, чтобы надолго Мы его теряем К новому сезону Остановится Да, сохраняю И, ребята, это будет Исключение Мы с вами сегодня Два матча сыграем В одной Серии Полное выздоровление Там у кого? Цибыкова, что ли? Да Хе Вон оно как Да, полное Почти что Играть он еще не готов Конечно Ну да ладно Домашняя форма Все то же самое Так Камбаров Теряет форму Да многие футболисты Теряют у нас форму Потому что Ну Камбаров наверняка Из-за того, что постоянно Его меняют А как его не менять Если, блин Нам надо его менять Как-то Если мы его потеряем То потеряем Итак, второй матч Против Амкара Черников Ну давайте, ребят Закончим на высокой ноте Тем более соперник такой Последнее место в турнире Ну Должны Но только вот не с такими Передачами Мы Хвалили Амкар Он должен быть довольно расслабленным То есть Лезть Было Опущено Нехило Касарас Хорошо Нету Для Амкара Хорошо Нету В ФИФе Второго Первого дивизиона Российская Пример-линия Иначе полетел бы Этот Амкар Далеко И надолго На целый сезон Из премьер-лиги Отлично Отборство Ивановича Что такое Нарушение правил Считает Господин Судья Мяч у торпеда Ой, у Амкара Прошу прощения Восьмая минута Никитин Мяч у Амкара Надо бы Немножко По тактике Вбахать То, что То, что поможет мне Сейчас В отборах Мяча Что там? Еще одно нарушение Да Мирзов, по-моему Да, нарушил? Так точно Как они Элегантно-то Разыграли Команда, которая Занимает Последнее место Довольно неплохо Играет Ох, гол Футболистам Был сейчас Забит Вера Нет, не убежал Даже Угу Вера Не справляется С этими Товарищами Именно в скорости Хорошо Франич Браво Молодец А вот Правда За Амкаром Но все равно Молодец Мирзов Тоже красавчик До конца До конца До конца Надо было держать До конца Ай-яй-яй Угловой Да, он мяч отобрал Можно было там Сейчас выносить Не вышло 26 лет Угу Вера Наш топовый Нападающий Лучший А я не посмотрел Лучший он бомбардир или нет Ладно Узнаем как раз По окончанию Живнов Молодец Вера Побежал Ай-яй-яй А я здесь был Готов исполнить Финд И я его Собственно Сделал Почему-то Угу Вера Решил Не слушать меня Если честно Что странно Кулешов Куда ты, дружище Было же очевидно Что я хочу Пас На открытого Дать Полузащитника А не А не на защитника Закрытого Тем более Хорошо Ох Нифига себе прыгал Там Амкаровец Видели? У Гу Вера Ну нельзя Так играть В атаке И в передачах Нельзя Ну что с вами Что с ним сделать Я не знаю Амкар Вот как они играют И посмотри Просто все пасы В ноги Гудуя Ух Да Это еще один угловой Я Если будет Если будет Этот самый Какой Если будет Разгром Торпеды Я вообще не удивлюсь Я уже Даже По моему Верю В это То что мы сейчас Разгромно проиграем Вперед Туда подальше Но правда Немножко опоздал Он с этим Делом Надо было чуть раньше Выносить Когда у Гу Вера Был готов Кулешов У Гу Вера Отобрали По моему По моему Именно Такому скромному мнению Отобрались С нарушением Не то Что вот сейчас Сделал Лунгу Мяч Конечно Потому что Двое Закрывают Как по учебнику Просто Отобрали Точнее Перехватили Как будто бы Мы учебник Разыгрывали Я это имел ввиду Не то что Они хорошо Все сделали Хотя конечно Да Правильно Но не просто Обычную вещь Делали А я Просто показал Как Пасовать нельзя В данных Случаев Франич Дальний удар Мулина Просто Просто На авось Отратительная игра Не получается Пройти защиту Защитные редуты Не получается Не выходит Надо выстраиваться Наверное все таки Тем устроем Который Мы делали На матче Зенита В конце Стыванович Красавчик Красавчик И Кулешов Нет Не доработал Не добежал Амкар По владению 60% Но разве это похоже На команду Которая На последнем месте А вот это похоже Вера Ах ты ж мать Вера Вера Но вот это точно Не удар лучшего Бомбордира Английская Российская Примерная линия Хотя Российская Примерная линия Да Да Все таки Похоже Все таки Есть немножко Не 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 то сделал Абсолютно не то Хотел другое Вот Вот это вот хотел Вера Сюда Мирзов Так Лунгу Вот сюда Кулешов Стыванович Под Всеми Правильно Последние секунды Первого тайма Именно таким Поведем А вот как там дальше будет Во втором тайме Посмотрим Начнем мы с этой тактики Я просто очень хочу Выиграть Может быть Мне там Тактика поможет Как-то Кулешов Вера Лунгу Вперед Протолкнул Казалось бы Мяч Что тут топа И Вера И даже без нарушения Правил Мяч у Амкара Как-то очень странно Они его сейчас сохранили Браво Ох браво Это 1-0 Наверное Сейчас будет Нет Удар У ворота Сейчас был очень опрометчив Там же стояла защита Стояла защита В лице Нашего Новосельцева Или Косолапова Я к сожалению Не увидел 0-0 Первый тайм Такой вот Получился у нас 0-0 Мордовец ССК выигрывает 1-0 Нифига себе Да Ребята И второй тайм Пора как бы забивать Вот эта передача На Уго Вера Дальний выстрел Один из первых По-моему В створ Вот такое вот начало Бодренькое Второго тайма И под прессингом Напугались Сейчас защитника Заставили его Ошибиться В принципе Ух 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 Вера Как Сокрушили В защите Но он не сдался Вернулся Встал Вернулся Как бы и Более того Мяч отобрал Не то чтобы прям Совсем отобрал Вау Мяч ушел от него От его отбора Но Быстро А так и не получилось Браво 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 Еще Сохранил мяч Ну-ка Ну-ка Лунго Лунго Не побежал Не убежал Точнее Побежать-то побежал Не хватило Скорости Придкости не хватило Чтобы справиться Отлично Да не было же там нарушения Друг Мой Судья Гарантирую тебе Коломейцев Опа Прямо в ручке Живнову Вынос Господа Нам карта Давят И нехило Я не знаю Как это еще назвать Они сейчас вот возьмут И все И гол Опа Знаем мы такие плюшки Знаем мы такие секреты Знаем что они не простреливают И не отдают пасы Знаем что Ближний угол Фифе 15-й Мяч излетает Дай боже Ух ты Как так ударить Научите Научите пойду я Профессионалам футбол Вера Вот почему никого нет Абсолютно никого Не было нарушения Все четко Все грамотно Но казалось мне сейчас Что Вера Сам на это На этот отбор Нарвался Перевод Очень-очень глупый Очень глупая передача На самом деле Прошла Но она прошла Действительно Удар Какой Лунгу Мог сейчас Открывать счет Становится героем Встречи Запомнился бы Всем болельщикам А нет Замена Давид Джахов Вместо Фигура Гуде На Рубин Вынос Отлично Лунгу Ставанович Киреев Это выбивал Или Киреев Сейчас бежит Я не знаю Киреев Сейчас бежал Косолапов Косолапов Какую-то Замудренную передачу Знаете В стиле Дерри Придумал Но Реализовать Такую У него не получилось Это Передача на Мулина Отличнейший Гол Красивейший Мулин просто потрясающий Мулин просто солнышко Он празднует Но скажите этому Парню Хоть кто-нибудь Что гол не засчитан Потому что Что? Потому что Оффсайд Конечно Жалко Такое снать Потому что Удар действительно У пацана Получился Ну просто На загляденье Да он расстроен Он уже радовался Потому что Выстрел Ммм Какой красивейший был Там Конечно Вратарь все видел Что Что Оффсайд Но Скажу я вам Что Вратарь бы Никак не помог Команде Не было бы засчитано Если бы Это Положение вне игры Никитин Вера И пробить Ну что Такое А Я уже рот открыл Я думаю Ничего себе Вот он Вот он Лучший бомбардир И на тебе И на тебе Стефанович Еще пасы Вот он Лучший бомбардир Вот он Наш Лучший Дриблинг Мастер И вот она Наша игра Смотрите Не было Оффсайда А вот сейчас Будет гол Нет Нет Вера Толкнул Мяч вперед Мулин Здравствуйте 78-ая минута встречи Будет удивлять Торпеда Нет Потому что Игра Ну такая же На уровне Абсолютно Всех других Хотя чего я ожидал Собственно Я же играю Якубка Вместо Кассереса Вышел на поле Ставанович уже Напрочь устал Подбросил Мяч Ух как красиво Лунго И удар Мулина Хо-хо-хо-хо-хо Этот небольшой Такой рывок был Пока что Нам ничего не помогает Ребят Так Ладно Жутко я расстроен Пока что Жутко-жутко-жутко Ставанович Тимащук Бельдинов Вместо Кулешова Камбаров Попытался на вынос Ну как на вынос На навесе сыграть Не вышло И все Контратака На наши ворота Может быть опасно Может да не будет Это опасно Бельдинов Бельдинов Стремляется Вперед Но ты-то быстрый Ты-то быстрый парень Устремляется на свой родной фланг Деньяр Бельдинов Идет на вес Удар К сожалению Не последовал Жутко-жутко-жутко-жутко-жутко-жутко-гра Лучшему бомбардиру Чтобы подтвердить Статус, так скажем А у нас тут такой вот моментик Чуть было, нам не залетело У Гавиера на Лунгу Белялидинов Лунгу Куда ты? Я нажал-то что? А ты что сделал, дружище? Мирзов И все, 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 все На этом фарс закончен Просто весь фарс сегодняшнего вечера 0-0 С худшей командой встреч И лучшим игроком признан Белоруков Защитник из Замкара Капитан команды Просто затянул Вот они достойно окончили Достойнее некуда Лучше нас играли гораздо Ничего я Ну и 10-е место Говорю свое Как взяли Так как бы и На нем закончили Конечно, Урал Подпустили близко к себе очень Середина сезона имеется Ребята Назначение встреч Встречи об успехах Тоже Призываю фонд турнира 2 миллиона 700 тысяч фунтов евро И я могу Быстренько, быстренько, быстренько Там все равно новые деньги будут Быстренько, быстренько, быстренько Вернуть Рыкова И всех Всех, всех, всех Деньги по-любому будут Нет, Рыков нам не нужен Нам нужен Нам нужен Господин Так, Рыков Точно не согласен? Вот скажи мне 7 Игрок ротации Нерегулярный Будущий игрок основы Давай, последняя попытка Рыков Даю тебе шанс 8 тысяч 2 года Игрок ротации Рыков Соглашайся Тебя никуда не пустят Виера 2 года 40 Давай На 5 На 3 года Ладно На 45 тысяч Он только что меньше хотел Блин, засранец По-моему Так Уга Виера Понять роль Угу Виера Дружище 45 тысяч евро Какая нахер тебе разница Какая у тебя роль Объясни мне, пожалуйста Кручевой игрок Конечно же Не соответствует требованию Требованием по сроку контракта Повторное обсуждение контракта пока невозможно Ну серьезно И меньше года ему предложил А он отказался Контракт принят Кстати, купоть ставите Посмотрим Игрок вернулся из аренды Горан Блажевич Ксподин Блажевич Наигрался Я рад за тебя Ставим вот так вот Смотрите Беллидинова уже нет Диньяра Уже свалил Собрал монетки И что-то Был таков К сожалению И Камбаров тоже нас покинет Так Беллидинова Наш правый купе игрока Он вернулся в клуб Если вы считаете, что он нам подходит Мы можем попробовать Новый арендователь Можем предложить переход на постоянной основе Кугу Вера Принят Диньяр Беллидинов Нам не нужен Насколько я знаю Ну не очень меня устраивает Он хороший по статам Конечно Но не очень меня устраивает Поэтому он Собственно На скамье сидел Пока Господин Мерзов развивался Смотрите Тут у нас что Ух ты Вы видели это, да? Смотрите Али Зайки Фифо Сгенерированное лицо Без фотки Вот так вот теперь делает Фифа Круто Без всяких там черных квадратов Интересно Ситуация с Хедирой Че тут такое? По нашей информации Руководитель клубов Реал Мадрид и Байер Провели переговоры Относительно будущего игрока Сами Хедира Ходят слухи, что в клубе Он чувствует себя не очень комфортно И подумают об уходе Похоже, Хедира Тоскует по дому Хотя недавно В очередной раз Выразила надежду на то Что решение найдется И опорный полосочистик Сможет остаться Руководство клуба Реал Мадрид подтвердила Своё желание Удержать футболиста Но, похоже, уже смирилась Его потери И ищет Пути заключения Наиболее выгодной сделки Откуда бы оно ни пришло Это следствие Может окончательно Расставить по местам Ее участников Торпед Москва принимает Там карм Это мы знаем уже Короче говоря, ребят Знаете, что я хочу? Хочу узнать Вот 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 Лучший Лучший у нас Кто? Лучший у нас Уго Вигера Лучший бомбардир Это наше личное достижение Красавчик уго Лучший бомбардир На пару с Ндоя Вот Купить бы Ндоя Ему туда же еще Был бы прям Какая конфета, да? Потрясающе Если бы мы его купили Конечно Ндоя Наверное, стоит бешеных денег Ладно, ребята Я Заканчиваю на этом серию А мы с вами Хотя нет Завершить сезон надо Удачный сезон До начала сезона Перед вами ба-ба-ба Хорошо Мы очень довольны результатами В общем, нами довольны Круто Новый сезон Новый сезон Чемпионат Ком Хе-хе-хе-хе Можете поздравить У нас Дамы и господа Новый сезон Ааа Первый Наконец Закончен Ну что ж Что-нибудь я придумаю Насчет второго сезона Не будем, наверное, так проходить Как первый Чтобы не было таких же долгих задержек Но А в следующей серии будет Трансфер И это по-любому интересно Ждите Ставьте лайки Если вам понравилось Оставляйте комментарии Увидимся Всем пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok